Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Сегодня завершились выборы в Национальное собрание Западной Армении. Бакоса Акян встретился с Арменом Григоряном. В Буэнос-Айресе стартовал саммит Большой Двадцатки. Пятый корпус сирийской армии передислоцировался около Идлиба. Анкара отказалась освобождать экс-главу Прокуртской партии по решению Европейского суда по правам человека. Церковь Айя София в Изники, превращенная в музей, находится в плачевном состоянии. Армянин из США вошел в тройку лучших ювелиров по версии The New York Times. Дорогие соотечественники, сегодня выборы в Национальное собрание Западной Армении подошли к концу. Мы благодарим вас за ваше беспрецедентное активное участие в наш выбор. Результаты выборов будут объявлены с 16 по 18 декабря. Мы убеждены, что новоизбранный парламент станет демократическим органом по продвижению интересов западных армян и Западной Армении в целом. Благодаря своей плодотворной работе парламент будет поддерживать истинную борьбу своего коренного народа, истинных владельцев Родины, в установлении исторической правды, освобождении Западной Армении. Благодарим вас. Секретарь Совета Безопасности Армении Армен Григорян отбыл с рабочим визитом в Республику Арцах. В рамках рабочего визита Армен Григорян встретился с президентом Республики Арцах Бакоса Акяна. Состоялись также встречи Армена Григоряна с секретарем Совбеза Виталием Баласаняном, командующим армией обороны Ливоном Мнацаканяном, директором СНБ Самвелом Шаграманяном и представителем президента Арцаха по особым поручениям Аршавиром Горомяном. Стороны обсудили ситуацию на линии соприкосновения, другие вопросы безопасности, а также ход предвыборной кампании парламентских выборов в Армении. В ходе встреч вновь был подтвержден высокий уровень взаимоподдержки и полного взаимопонимания между двумя армянскими государствами. В Аргентине Буэнос-Айресе стартовал саммит Большой Двадцатки. Мировые лидеры обсудят как важные экономические, так и международные проблемы в течение двух дней на саммите Большой Двадцатки. Ожидается, что одним из ключевых вопросов на саммите станет кризис между Россией и Украиной. Одним из ключевых пунктов повестки дня саммита является встреча лидеров США и Китая. В формат официального заседания Трамп-Эрдоган, который был запланирован на саммит, были внесены поправки, и совещание будет проводиться в неофициальной форме. Ранее мы сообщили, что Трамп отменил встречу с Путиным. На этой неделе весь Пятый корпус покинул Южную Сирию, перебросив силы в район Идлиб-Хама. Об этом сообщил в четверг информационному агентству Аль Маздар, военный источник. По словам военного источника, всему Пятому корпусу было приказано во вторник вечером повторно развернуть силы в Идлибе и Хаме. Пятый корпус проведет новую операцию в северной части Хамы, и другие подразделения будут поддерживать основные силы на предстоящих боях. Пятый корпус был сформирован вскоре после прибытия российских вооруженных сил в 2015 году. Они были в основном расположены недалеко от границ исламского государства. Ранее они принимали участие в операции по освобождению Пальмиры, Аль-Сухне, Дер-Зора, Дары и Софии. Турецкий суд отказал в освобождении экс-сопредседателю прокурдской партии демократии народов Салаттина Димир Таша, на чем настаивал Европейский суд по правам человека ЕСПЧ. Передает Анатольское агентство, сообщается, что суд отклонил апелляцию адвокатов Димир Таша, в которой они просили его освободить на основе принятого ЕСПЧ решения. Ранее Европейский суд по правам человека признал нарушением продления срока досудебного содержания под стражей Димир Таша и потребовал от властей Турции выплатить ему компенсацию в 25 тысяч евро. После этого президент Турции Реджеп Тайпер Даган заявил, что это решение не имеет силы для его страны, обвинив Европейский суд по правам человека в поддержке терроризма. Бывший директор музея Таилан Сивилл подчеркнул необходимость сохранения этого культурного сокровища. По словам источника региональная дирекция фондов Бурсы, было решено отремонтировать эту церковь, которая была переобразована в музей, чтобы оставаться верным оригиналу и превратить его в современное здание. Это историческое здание, которое в течение некоторого времени функционировало как музей. 6 ноября была вновь открыта мечеть, после чего часть церкви использовалась как мечеть, а другая как музей. Бывший директор музея Таилан Сивилл отметил СМИ, что в настоящее время церковь находится в плохом состоянии и подчеркнул необходимость принятия мер как можно скорее. Один из жителей Изника, Исин Орен, Айя София – очень важный центр для Изника и христианского мира в целом. И нынешнее состояние этой исторической структуры довольно печально. Ведущий американское издание The New York Times опубликовал статью, посвященную трем современным ювелирам, которые трудятся в США. В числе лучших, по мнению издания, армянский гравировщик Арман Саркисян. Автор статьи Рейчел Геррехен отмечает, что Арман начал заниматься гравировкой в 13 лет, когда отец стал его учить ювелирному искусству. 78-летний отец и по сей день работает с ним рука об руку. Они используют особый вид гравировки, чтобы украшения казались винтажными, пишет автор статьи Рейчел Геррехен. Журналист отмечает, что Саркисян вернулся из Армении летом этого года, вдохновленный древней христианской культурой страны. «Для меня очень важно передать в работах нотку истории», – цитирует ювелира автор статьи. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию песню «Гохтан» в исполнении Норайра Картащана. «Гохтан» в исполнении Норайра Картащана. «Гохтан» в исполнении Норайра Картащана. Оставайтесь с миром!